Друзья, я сейчас на улочке, которая называется Джулия Стрит в Джорджтауне на острове Пинан. Тут можно увидеть все, что угодно. Например, вот такую вот картину. И в нескольких словах я сейчас пройдусь, буквально квартальчик, просто покажу, что здесь можно увидеть. Здесь продают все от сантехники до еды. Это все, что угодно, все, что хотите, можно здесь вот на этой улочке купить. Итак, я разворачиваю. Привет! Это канадец, который вчера помог нам найти модель. Как дела? Хорошо. Хорошо, для моего видеоблога на YouTube. О, хорошо! Привет, всем! Хорошо, до свидания. Компания сказал «Ай». Да. До свидания, брат. Здесь у нас вот такие вот круассанчики и так далее. хлебобулочные изделия. Иностранцы, видите, все это. Вот вентиляторы продают здесь. Это у нас бензостехника. Газонокосилки, генераторы, бензопилы. На той стороне это типа, я не знаю, вот в Краснодаре есть так называемый сенной рынок. Там всякую мелочевку можно, запчасти купить для каких-то ремонтных работ, краны по сантехнике и так далее. Вот еще газонокосилочки всякие. Бензопилы, магазин детских игрушек. Я уже заходить туда не буду, потому что меня ждут дома. Мы вчера облазили все это дело с мелкими байки. Они везде. Вот. И вот потихонечку я приближаюсь уже к повороту, который ведет в нашу сторону. Здесь вот видите, как это называется, все по столярным делам. Тонки, петли. Вот продают инструменты, строительные молотки, рулетки. Короче, друзья, вы, если даже решите здесь построить дом, сможете самый европейский, лучший дом построить. Мы вчера встретились с семьей в посольстве Индонезии. Они живут на Бали уже 4 года. Филипп и Настя. Привет, если смотрите. У них еще маленькая дочка Ая. Сейчас как-то Анна-Мария, по-моему, ее зовут. И они дом строят на Бали. Еще один мой знакомый, Саша, тоже строит дом. Живут люди по несколько лет и уезжать не собираются с Азии. У нас сейчас билеты буквально на... Нам осталось, ну, может быть, часик спокойненько сейчас перекусим. И, наверное, на такси поедем в аэропорт. Чтобы без опозданий, без всяких нервотрепок. С Пенанга на Куала-Лумпур у нас рейс. А потом с Куала-Лумпура на Ден-Пасар. Пугают, конечно, что задерживаются иногда рейсы. Но это везде бывает. Мы вот с Астамбула летели в Куала-Лумпур. Тоже задержали рейс. Там был на Болонию какой-то самолет поломался. И пришлось нам ждать, пока они улетят через нашего рота. Потом уже допускали нас. Все. Подошел я к своему гестхаузу, где мы ночевали. Выбрали мы этот гестхауз. Ну, гад, сейчас я расскажу, как. Вот. Я зашел в интернет, в аэропорту Куала-Лумпура. Нам нужно было где-то ночевать в Пенанге. И просто первый попавшийся блок открыл, где путешественник писал, что он останавливался в этом отеле. И когда мы вышли в Пенанге на автостанцию, мы поймали такси, просто назвали ему улицу и отель. И он нас привез. Было уже поздно, лил дождь. И у нас не было, как бы, особо ни времени, ни сил, даже желания не было что-то выбирать. И таким вот образом мы заселились в этот отель. Дети у меня тут сидят заниматься своими делами, как будто бы папа и не уходил. Они даже не представляют, что у них в паспортах уже включены визы. В Индонезию сейчас пойду, обрадую жену. Что все отлично у нас получилось. Ну все, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok